О том, как реализуется региональная программа энергосбережения, журналистам рассказали на пресс-конференции. Основная работа проводится с бюджетными предприятиями Ивановской области. За 2010-2012 годы на эти цели было потрачено 450 миллионов рублей. И как бы парадоксально это ни звучало, растрата в данном случае ведет к экономии. Общее электропотребление в бюджетной сфере, которое мониторилось и отслеживалось, произошло снижение на 4,6%. По тепловой энергии снизилось на 3,47%. По потреблению холодной воды на 34%. Это в первую очередь за счет установки приборов учета, поскольку абсолютно явно и налицо потребление, точнее оплата за потребление холодной и горячей воды по нормативу сегодня крайне неэффективна. Однако те, кто установили счетчики, экономии тоже не ощущают. А все из-за УДН. Тем не менее, фиксация общедомовых нужд – это тоже в какой-то степени мероприятие энергосбережения. С подстанции электроэнергии ушла, есть технические потери в линиях электропередач. Пришла на дом, на доме стоит общедомовой прибор учета, он показывает один объем потребления. Жители все, все потребители внутри дома потребили определенный объем, у них свое значение. УДН высокие, так ведь она же пришла на дом, эта электроэнергия, как и любой другой ресурс, там вода, тепло, она должна быть оплачена. Частные промышленные предприятия заинтересованы в использовании ресурсосберегающих технологий. Платить за потребленную электроэнергию, воду, газом приходится из своего кошелька. Другое дело – ивановские многоэтажки. Использовать свет в подъезде и во дворе экономнее для управляющей компании попросту невыгодно. Управляющая компания – это коммерческая организация, осуществляющая коммерческую деятельность. Ей интересно обслуживать дом, а внедрить мероприятие по энергосбережению ей интересно тогда, когда она на этом заработает. На этом мероприятии управляющая компания проиграет, давайте честно говорить, потому что она снизит свои затраты по обслуживанию этого оборудования. Несмотря на это, 8 многоэтажных домов в регионе согласили стать участниками проекта по энергосбережению. Власти надеются, что эта практика продолжится в еще больших масштабах. Елена Белова, Олег Милехин, РТВ Иваново.